Привет, я Костя Береснев, а это второй Дайджест Проспектс. Сегодня мы узнаем у игроков и тренеров, как прошли первые две недели на проекте и в чем их ожидания разошлись с реальностью. И спойлеров, команда Сайберфокуса успела сыграть на Фейсити против датчан из ТОП-20. Бойцы Саши МДС проиграли на тренировке женскому составу. Леша Вульф верил и готовился к лучшему, а Харуми все еще не раскрыл свои козыри. По дополнительным активностям в конце дайджеста расскажу вам про наши премии для участников и озвучу номинации, в которых они будут участвовать. А если вы еще не видели наш первый круглый стол, где определились составы команд, то добро пожаловать по ссылке сверху. Для тех, кто слышит о наших тренерах в первый или во второй раз, мы собрали краткую сводку их достижений. Все-таки нужно как-то подкрепить, что это не какие-то пацаны с улицы, поэтому давайте мы с этого и начнем. Итак, первый наш тренер Роман Дергач, он же Сайберфокус. В прошлом профессиональный игрок, выступавший за такие команды, как Worst Players, Arcade Sports, Rebels, Team Empire. За время карьеры успел сыграть с Электроником и Симплом в разных составах. Был снайпером в первом составе не мегагейминг. В июне 2015 года заменял забаненного Симпла в команде Flipside Tactics на ESL EC Pro League Season 1. Сегодня идентифицирует себя как стример, комментатор, аналитик и тренер. О его богатом жизненном опыте многое может сказать его семья. Рома женат и воспитывает замечательную дочь. А теперь еще и целый состав молодых кайсеров. Ну, не таких, конечно, молодых, как его дочь, но все-таки взаимодействие с младшим поколением можно считать уже налаженным. Алексей Вульф-Довиденко, самый старший на этом сервере. 35-летний тренер ставит в приоритет дисциплину и структуру. Леша начал играть в КС в 11 лет. Спустя два года его начали приглашать в различные миксы для участия в местных турнирах. В 2006-2007 годах играл на Asus PKS 1.6. Также победитель и призер многочисленных турниров PKS 1.6 в легендарном Минском Тарантуле. А с 2020 года тренирует собственную команду Щипачи. Как думаете, много кто может создать свою организацию и тренировать команду? То-то же. Владислав Харуми-Радвилович. Для многих самый неожиданный приглашенный тренер. Зрители успели усомниться в его тренерских навыках, но, кажется, они не поняли, в чем его главная сила. У Влада есть обширный медиаресурс. И ни для кого не секрет, что он один из самых популярных инсайдеров в КС-тусовке. Подозреваем, что без подключения к тренировочному процессу известных лиц здесь не обойдется. Влад уже помогал собирать составы нескольким организациям в СНГ. И, по его словам, одна из таких команд входила в ТОП-60 HLTV. Название покрыто тайной. У Харуми нет за плечами весомого игрового киберспортивного опыта, но есть знакомства с теми, у кого такой опыт имеется. И эти знакомства он готов использовать. К тому же, Влада часто можно увидеть в студиях аналитики Тир-1 турниров и гостям в разных шоу-подкастах. Поэтому насмотренности ему не занимать. Александр, Саша, Саня, Санечек МДС. Человек, при жизни ставший легендой. Игрок того самого состава Немига Гейминг, который прошел на отмененный мажор в Рио-2020. Человек нетерпящий ожиданий и главный киберспортивный амбассадор Бетера. Уважаемый клиент любого Макдональдса в мире. Человек признанный, известный, авторитетный. Человек, который творил эту эпоху и сам стал эпохой. Саше 25 лет и последней его командой, где он выступал в роли игрока, была Вебстерс. За 8 лет на профессиональной сцене Александр успел выиграть много турниров. Например, Элбет Инвентейшнл, Хилкейс Кап, СВГСГ Крисмас Кап, Пари Патрике Вайп Лан, Хрустим Опен Кап и много-много других призовых мест. Пока что с карьерой игрока он притормозил. Сейчас активно развивает свою медийку, ведет телеграм-канал и стримит на Твиче. Отлично! Узнали тренеров получше, теперь давайте узнаем у них, как прошли первые две недели с командой. Ну что, рассказывай, какое у тебя первое впечатление от команды? Первое впечатление на самом деле положительное, вроде как все подружились. Тренировочный процесс я начал строить с того, что мы разобрали позиции, роли, поиграли тестовые праки. В целом все было нормально. Команда в целом у меня сбалансирована. Мы набираем обороты. На второй день в праков смогли взять 9 раундов у героев микса. В целом ребята знают, что они делают, разобрались по ролям и смотрятся очень уверенно. И главное, что мотивированы в первую очередь и готовы развиваться все больше и больше. На самом деле я ждал худшего и был приятно удивлен. Все ребята настроены на работу и готовы становиться лучше. Так, хорошо. Ну тогда расскажи, с чего ты начинал строить свой тренировочный процесс с командой. Мы сначала разобрали позиции, потом начали играть, смотрели, как получается, не получается. Потом пришли к конечному решению и начали разбирать карты и проверили наиграть праки. Мы пробуем найти идеальные роли для каждого игрока, потому что у меня не было ярко выраженного снайпера и капитана. И также выделяли свои сильные и слабые стороны на разных картах. Видимо его временного отсутствия, тренировками команды занимается мой помощник Александр Бриллианс. Наигрываются дефолты, смотрятся демки, получим гранаты. Введены штрафные санкции для игроков, которые не могут выучить гранаты, либо выполнить требования. Я не считал. Я считать забыл. Так, ну поскольку вы уже сыграли несколько матчей, расскажи, кто был самым сильным соперником, против которого вы смогли сыграть. Самым сильным соперником была команда ZC Advanced, скором из Entropic Prague. Ну, они же, по сути, оказались самым простым, потому что они вышли, когда мы их на Нью-Бисе 9-3 выигрывали. Самый сильный соперник, против которого сумели сыграть, это вот тот Heroic Mix, который был на пейсете. Может быть, еще был кто-то, но вспоминаю в первую очередь именно их. Это команда Алексея Ульфа. Это была Горуба. Окей, самого сильного узнали, но а кто оказался самым легким? Самым легким все команды после. Ох, легких соперников очень много на праках. И хотелось бы, чтобы мои ребята играли с более сильными оппонентами и пытались навязывать свою игру. И когда ты играешь против сильных соперников, ты быстрее пробишься по скиллу и чувствуешь себя раскованнее. Поэтому хотелось бы, чтобы мы играли против сильных команд. Хорошо, давай немного о плохом. Какую главную проблему ты видишь сейчас в своей команде? Одна из проблем в том, что сейчас у меня не так много времени, которое я могу уделять команде, так как нахожусь на фиссуре и комментирую мажор. Поэтому в этом плане есть кое-какие минусы в том, что я не вижу полного процесса подготовки моей команды. В целом ребята справляются без меня, но со мной было бы это гораздо быстрее. Хотелось бы как можно больше быть в процессе, насколько я могу себе этого позволить. На самом деле это то, что у нас мало свободного времени, ребятам нужно учиться, мы их колледжи, и мы не можем выстроить график на дневной. Это чаще всего собираемся вечером. Вот мне кажется, это самая главная проблема. Главная проблема в моей команде прямо сейчас это, конечно же, недостаток опыта и то, что мы отдаем очень много своих клатчей за игру. Ну, может быть, у тебя уже есть какие-то мысли по поводу того, как ее решать? Как это фиксить? Ну, налаживать коммуникацию между игроками, решать какие-то макро ошибки. В чем ты ощутил наибольшую разницу между ожиданиями и реальностью? На самом деле я ждал гораздо хуже результатов командных и приятно удивлен уровнем игры белорусов в нашей стране. Есть из кого собрать действительно достойный состав, который будет неплохо справляться и, возможно, иногда давать отпор основному составу Немиги. Поэтому я доволен тем, что мы имеем сейчас в проекте Проспект. На самом деле я говорю и повторюсь, я был приятно удивлен, реально приятно удивлен, ожидал худшего. Небольшую разницу между ожиданием и реальностью. Реальностью я помню, когда появились проблемы с прайм-таймом. То есть очень сложно всех пятерых игроков построить в одно время. А так все круто. Саш, ну не могу у тебя не спросить. Расскажи, пожалуйста, про игру против девушек, которую вы проиграли. Очень интересно. Ну, на самом-то деле такого не было. Это все, конечно, замечательно, но и первые впечатления игроков тоже хотелось бы услышать. Давайте как раз к ним обратимся. Ну, привет. Рассказывай, какое у тебя первое впечатление от твоего тренера? У меня первое впечатление в плане Харуми какого, что довольно-таки позитивное. Сидим вместе, разбираем карты, все, потихонечку пока что двигаемся. Доволен, в принципе, тренировочным процессом. Все пока что устраивает. Успели разобрать нормально, может, две карты. Сейчас готовим еще третью. Ну, МДС оставил у меня положительные эмоции. С ним очень приятно работать. Он сильно старается, чтобы возрастить нас как игроков. Поэтому я всем доволен. Первые впечатления о Роме в киберфокусе положительные. Это очень сильный и опытный каэсер, который 100% передаст нам очень много всего полезного. 100%. Мне нравится работать с тренером. Я получаю много новой информации. Вот ты когда смотрел круглый стол, который мы записывали, был ли у тебя в голове тренер, которому ты хотел или не хотел попадать на драфте? Расскажи, если есть такие. Тренера, которому я бы не хотел попасть, наверное, не было. Каждый уникален по-своему. Но из всех мне больше всего понравился МДС. Когда я смотрел стримы отборов, он показался мне прикольным человеком. И тренером, я думаю, хорошим. Потому что у него большой опыт у Немиги. На ХЛТВ большой опыт. Он с Немигой проходил на мажор. И мне очень тогда хотелось с ним поработать. У меня не было приоритета к кому-то попасть. Каждый тренер по-своему хорош. Какой-то предвзятости к тренерам у меня не было. Я и до проекта каждого из них знал. И прекрасно понимал, что каждый из них может прям очень жестко что-то взять и передать. В принципе, сам по себе я доволен, что палка Хароми. Один из двух тренеров был, которым я хотел попасть. Это в виде МДС и краски Хароми. Ну, поскольку вы уже успели поработать с тренерами, расскажи, какие слабые точки ты успел выявить за этот небольшой срок работы? Ну, наверное, то, что у меня малая вариативность, а также мало опыта. Но я работаю над этим. Я считаю, что до этого у меня была не такая сильная коммуникация. Сейчас же я пытаюсь это исправлять, больше разговаривать, то есть, что происходит у меня на экране, добавить всю инфу. Также стал работать более командно. Мы всегда стараемся играть в парах в команде, играть подразмен. За время Праков успел поменять, в принципе, полностью свою роль, пересесть опорника на ИГЛа в команде. Пока что потихонечку привыкаю к новой роли. В принципе, новые споты практически на всех картах. Приходится, в принципе, большое количество демок для себя смотреть, пытаться найти какие-либо фишки, в принципе, для себя и для своих ребят в составе. Ну и потихонечку готовимся. Заметил, вот лично у меня, что не умею говорить инфу. Очень мало вариантов развития событий. То есть, какой-то один план на игру. Нужно фиксить это и добавлять какое-то разнообразие. Хорошо, может быть, ты уже успел подметить, в чем силен твой тренер, а чего ему, наоборот, не хватает, по твоему мнению. Саня за всеми работает индивидуально, и он очень много объясняет командно. То есть, он и по макроигре, и по микро может всем объяснить, кто где ошибся, что мы сделали не так. Благодаря его большому опыту он может нас очень хорошо возрастить как игроков, как я уже сказал. И он дает очень много знаний, которые приходят только с опытом. То есть, он передает свой опыт. Наш тренер хорош в разборах и дает много полезной информации. Он проводит много времени с нами, а также работает индивидуально с каждым. Замечает не только минусы, но и плюсы в нашей игре. Так, ну, сейчас будет немного провокационный вопрос. Случаются ли конфликты с тренером у тебя или у кого-то из своей команды? Никаких конфликтов во время состава ни у меня, ни у других игроков не возникало. Довольно-таки позитивный вайп в составе имеется. Все хорошо. Играем потихонечку, тренируемся. Нет, у нас не было никаких конфликтов с Саней. Он очень приятный, дружелюбный человек. И я не знаю, как с ним может быть какой-то конфликт. Нет, у нас такого ничего не было. У нас очень хорошая команда вайп. Конфликтов с тренером не было. У нас все такие ребята, которые, если им укажут на ошибки, они ее признают. И никто машиниться не будет насчет этого, а наоборот поблагодарят. Ну, и последнее. Хочу спросить про то, что часто волнует молодых игроков. Это менталка. Во время тренировок и кланваров сильно ли ты волнуешься? И как в целом борешься со стрессом? Ну, во время первого, наверное, прака, когда мы только-только собрались, у меня было большое волнение, потому что это новый коллектив. Это вообще что-то новое для меня. Но сейчас у меня нет какого-то стресса. Я просто пытаюсь играть на максимум. Я уже ко всему привык, поэтому я никак не борюсь со стрессом, потому что его нет. У меня не было какого-то стресса или волнения. Поэтому даже представить немного ситуацию, по которой стоило бы переживать. Во время прака, в принципе, никакого волнения нет. Это мой не первый опыт игры в команде, поэтому никаких проблем у меня не возникает. Да, есть моменты, где я волнуюсь, но мне помогает, кстати, моя команда. Даже если что-то не получается, они меня всегда поддерживают. Ну что ж, надеюсь, парни сохранят свой запал и мотивацию до конца проекта. А также хочу вас порадовать тем, что первый онлайн-турнир пройдет уже 20 и 21 апреля. Так что следите за нашими обновлениями в соцсетях. Помните, вначале я говорил про специальные премии для участников? Вот какие будут критерии для каждой из них. Кто больше всех раскачает свой фан-паблик в Телеграме? Второе. Кто сделает самый качественный контент? Здесь мы будем оценивать креативность. Третье. Развитие своего твич-канала. Чей станет самым популярным? Четвертое. Выберем MVP Prospects, по мнению Ставани Мега Гейминг. И пятое. Вручим приз зрительских симпатий ближе к концу проекта. Определим это все голосование. Кстати, хочу похвастаться тем, что организаторы закупили всем участникам свой личный праг-сервер. У них есть общий Дискорд и Тимспик-каналы, где помимо командных прагов, участники проекта группируются и играют на своих стримах. И здесь я плавно и нативно напоминаю вам о том, чтобы вы подписались на наши соцсети. В частности, на YouTube. Хотите верьте, хотите нет, но больше 60% людей смотрят нас без подписки. А как вы узнаете о свежем контенте, если не подпишетесь? То-то же. Так что ждем вас в рядах наших подписчиков на всех площадках. Это был второй Дайджест Проспектс. Уходим следить за тренировками парней и готовить новый контент для вас. Время летит незаметно, поэтому скоро снова увидимся. Пока. Продолжение следует...